Раз, два, три В 1970 году музыкант Николай Рязанов в составе ленинградского вокально-инструментального ансамбля «Добрые молодцы» гастролировал по Восточной Сибири. Жадная до новых впечатлений таежная публика, геологи, строители, военные из отдаленных гарнизонов на ура принимала молодых музыкантов. Каждый из «Добрых молодцев» заработал за лето на новые «Жигули». Местные читинские партийцы возмутились. В Москву полетел донос. Это было в 1970 году. Мы за месяц заработали больше, чем по тысяче рублей. 1200 или 1180. Это официальная зарплата. Мы получили за месяц за огромное количество концертов. И когда эта сумма дошла до начальства, узнала местного читинского горкома партии, что музыканты в филармонии заработали такие деньги, постепенно это переросло, дошло до управления культурой РСФСР. Такие суммы генералов в стране получают 500 рублей директора заводов, а тут музыканты какие-то получили больше тысячи рублей за месяц. И Министерство культуры распорядилось срезать заработки изорвавшихся эстрадников. Были введены квоты на концертную деятельность. Отныне в год им было позволено выступать не более 14 раз. Для музыкантов это означало резкое снижение жизненного уровня. Выходом стала работа в ресторанных оркестрах. Всего примерно 15 лет. С начала 70-х по середину 80-х существовала эта уникальная рыночная реальность. КИНОТЕАТР Здесь демонстрируют фильму. И здесь играет иногда тапер, а иногда маленький оркестрик. Этот маленький оркестрик, квинтет или секстет, с солистом или без солиста, исполняет, как правило, то, что люди хотят. То, что им нравится. Это такая любимая форма легкого музицирования. Вот, собственно говоря, из этих оркестров при кинотеатрах и произошли лабуги. Музыка Музыка Люди покупали билеты на кинокартину, но они картину не смотрели, уходили, покупали еще раз билеты и опять слушали этот оркестр. Другой средой для свободного музицирования, популярной прежде всего среди меломанов стиляк, адептов американского джаза, были рестораны «Интуриста» начала 60-х. В Европейской, конечно, самое шикарное место, это Европейская, второй этаж, панно с Аполлоном на тройке, скачущим по облакам. И там Колпашников был королем, Саня Колпашников и брат его Колпашников, они потрясающе играли, заводили все в публику, все мы плясали. Там разные были хиты, какой-то был хит, например, «Вива Испания», мы так все хватали друг друга за поясницу и так скакали, такой вот вереницей по всему залу с криком «Вива Испания». Святые маршируют потом, когда святые маршируют, помните, да? Тоже зал весь скакивал, весь зал скакивал, как на праздник, и все. Но после истории с гастролями добрых молодцев и урезанием концертных ставок, на ресторанной эстраде оказываются все заметные в те годы исполнители – и джазмены, и рок-н-ролльщики из модных в то время вокально-инструментальных ансамблей. Солнце на спитах синей водой головой, ветер на плита обгоняем шар земной, ветры, версты, убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль. Дай, 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 дай. Из-за того, что концертная ельница потихоньку сворачивалась в стране, когда были видены нормы всевозможных концертов, и стали формироваться такие коллективы в ресторанах из очень хороших и сильных музыкантов в то время. В Невске был очень популярен. Даже в будние дни было непросто попасть. Там же было три этажа. Мы работали как раз на третьем, там еще был четвертый зимний сад. Везде сидели очень достойные музыканты в Невске. Баку. Очень популярен был. Океан. Он тогда только открылся. 18-й этаж гостиницы советской вошел в историю джазового развития нашего города. И вот там мы начали играть, работать, стали играть фокстроты эти джазовые туда-сюда. А гостиница советская была не туристовская, поэтому иностранцев там было больше, чем наших. И вот такой успех, все. И стали приходить деньги. Да не только... Валюта. В 70-е годы советское общество делится на два мира. Один все сокращающийся официальный, а другой все увеличивающийся неофициальный, подледный. И в этом подледном мире огромную роль начинают играть наличные деньги. Зубные врачи имеют частную практику. Учителя и профессора вузов репетируют по математике и по истории. Инженеры строят коровники. Водители машин занимаются частным извозом. Эти деньги нужно тратить. В магазинах дефицит. И вот для этих людей с наличными деньгами возникает своя частная индустрия развлечений. Важнейший элемент – ресторанные музыканты, лабухи. Я никогда ничего не заказывал. Я считал, что это в какой-то степени унизительно. Но музыканты не гнушались этих подношений. И если какой-то туз, я не знаю, директор крупного универмага, я никогда не знал точно, кто заказывал, приняв, соответственно, на грудь сколько-то, подходил к оркестру и заказывал по случаю дня рождения своей супруги или любимой какую-то мелодию, в этом не было ничего такого унизительного. Музыканты за это получали то, что называлось карасям. Значит, карася им вручали. И это было большое подспорье к зарплате музыкантов. Старые музыканты, они говорят, что когда в 50-х годах входили в ресторан и пахло керосином, это значит, будут деньги. Потому что приходили торговцы керосином, они были очень богатые люди. То есть запах сразу говорил о том, что будут какие-то деньги можно заработать. Это были одни из самых лучших клиентов в те годы. В 60-х годах, в конце 60-х, во-первых, это, конечно, стали отъезжающие евреи. Потому что они гуляли, а еврейскую музыку было повсеместно запрещено играть. Ну, играли, естественно. ПЕСНЯ Музыканты всегда были, понимаете, как на охоте в этом смысле. Даже хороший. Даже могу поймать и себя на этом никогда. Вот мы сидим, никого нет в ресторане. Вдруг входит. Достаточно того, что это было лицо кавказской национальности, как теперь говорят, да, в ту пору. Мы все равно оживлялись и предвкушали. Мы чувствовали уже запах шашлыка и денег. И действительно, точно знали совершенно, что этот человек, будь это грузин или армянин, или же большинец, он точно подойдет к оркестру и обязательно что-нибудь свое закажет. Верно ведь? Валерий Кузьмин. Валерий Кузьмин. Ресторанный репертуар 70-х годов, за который музыканты получали карась, то есть наличные деньги, помимо популярных песен советской эстрады, включал все то, что невозможно было услышать практически нигде. Пластинки дефицит, формат радио сильно ограничен, а ресторан – зона свободы. Тут звучат блатные баллады, еврейские и кавказские народные песни, белогвардейские романсы, Лещенко, Вертинский, Высоцкий и так называемая «фирма» – песни западных исполнителей. Валерий Кузьмин. То, что запрещает, то в основном и заказывает. Раз был тяжелый доступ к этой информации, значит, хотелось, в общем-то, услышать, увидеть, услышать вживую же приятный какой-то хит, который иногда можно было услышать по радио. И тут вдруг вживую там поют наши же ребята там. Но несмотря на то, что ресторан был своеобразной войницей, где можно было услышать или заказать и мурку, и летит би, за работой ресторанных музыкантов следили очень пристально. Здесь, вот в этом здании, находился отдел музыкальных ансамблей «Ленконцерта». Ленин, как известно, сказал, из всех искусств важнейшим для нас является кино. Почему? Потому что оно массовое. Вот музыка, которая исполнялась в ресторане, это тоже массовое искусство. И за ней следили с необычайным тщанием. В этом здании определяли, какой процент музыки капиталистических стран может исполнять в риетере «Старана Тройка», какой процент музыки социалистических авторов могут играть на проходе, и сколько должно быть проверенных советских песен. Как правило, процентов 85 в репертуаре. А какая бы то ни была отсебятина, категорически запрещалась. Ну, мне приходилось быть руководителем оркестра, поэтому я все время был связан с писанием, с бюрократией, с заполнением документов и ответственностью за это. Я помню, что, скажем, до 80-х годов, где-то приблизительно до 80-х годов, исключено было зарубежное исполнение, кроме признанных классиков. Ну, например, там, Моцарт, друг Бетховена, вдруг оказывался у тебя в репертуаре. Это никто не возражал. Ну, упаси бог, там, Миллер, там, ну, Миллер вообще как композитор неизвестен, просто как музыкант. Какой-нибудь Кершвин, Лингтон, это исключено. В 80-м году, это был год Московской Олимпиады, когда президент Картер объявил бойкот Олимпиаде в связи с вводом войск советских в Афганистан, тогда директор Ленконцерта, ныне покойный Садовников Кирилл Павлович, собрал всех руководителей, все в кабинете, и объявил, что исполнение американского произведения я расцениваю как идеологическую диверсию и увольняю весь оркестр сразу в главе с руководителем. Играла, скажем, музыка Геона Миллера, а писали Карл Влах действительно, потому что это был руководитель оркестра стран социалистической демократии, это было очень важно. Допускались имена польских композиторов, скажем, румынских, чешских, это все можно было. Но понимаете, что ведь могло быть? Бывали иногда эксперты, которые приходили из того же ОМА, подсылали нечистоплотных, нехороших людей, в общем-то, в принципе, из нашего круга, которые приходили из такой незаметной инспекции, слушали, и слышали, что ты играешь, оказывается, Индемут, вообще-то, как Сиренаду Солнечной долины, да? А в репортической, а там написано Карл Влах, и вот такая неприятность тебя тоже могла ожидать. В 77-м году мне довелось работать в Ялте, и когда начальник управления культуры беседовал с нами, он сказал, что у нас запрещены еврейские песни и песни Высоцкого. Я говорю, а почему Высоцкого-то запрещено? Он говорит, вот я запретил в Ялте петь Высоцкого, а когда они там догадаются, что надо запрещать, я скажу, что я первый запретил. Как и любые теневые заработки, исполнение песен по заявкам было сопряжено с большим риском. По правилам, установленным Лен-концертом, ресторанная музыкальная программа заканчивалась в 11 часов вечера. Но настоящий праздник после этого только начинался, и за дополнительное время музыкант мог получить большой карась, а мог и вылететь с работы с волчьим билетом. Поспели вишни в саду у дяди Вани, у дяди Вани поспели вишни, а дядя Ваня с тетей Груниной нынче в бане, а мы под вечер погулять, как будто бы шлют. Когда подходило время закрытия ресторана, полдвенадцатого ночи, заряжался метродотель, закрывался ресторан, потихонечку уходили все посетители, он полностью закрывался. И гуляли вот сильные люди того времени, вот торгаши. Предлагались довольно серьезные купюры, и руководитель оркестра так, в общем, глядя на эту купюру, выбрался так, и не на что же ему делать. Дело в том, что нужно было работать в паре с метродотелем, потому что метродотель, в общем, был хозяин положения, и он мог тебя, что называется, заложить. Он мог совершенно спокойно сказать, позвонить на следующий день. Ну, вы знаете что, оркестр Глащокина играл Хаву-Нагилу, и 7.40, пять раз подряд позвонить. И это было достаточно для того, чтобы меня уволили бы с работы. КОНЕЦ КОНЕЦ Были, конечно, случаи совершенно изреда вон выходящие. Я даже помню, прибалтийские музыканты, когда дали очень хорошую сумму денег за то, чтобы исполнили божий царь охранник, они заперли своего руководителя, который был категорически против бояши, заперли в туалете. То есть один держал его в туалете, а коллектив исполнял. Вот это в случае я помню. Но вот за Москву Золотоглавую просто увольняли с работы. Потому что найти хорошую точку в городе, такую, хлебную, будем говорить, было достаточно трудно. И люди боялись потерять это место. Москва Золотоглавая Слышит крик с облучка, А гимназийски румяная, От мороза чудная я Грациозно спевает Рыхлый снег с каблучка С середины 70-х годов в советских ресторанах работают лучшие эстрадные музыканты. Часто с консерваторским образованием. Но то, чему их учили седовласы и профессора, не всегда было нужно. Они должны были исполнять то, что заказывали посетители ресторана. Самые разные вещи. Последние новинки рок-музыки. То, что только что спела Алла Пугачева. Мурку и другие уголовные песни, слов которых найти было в советских песнях совершенно невозможно. Фольклор самый разный, в том числе лесгинки всех дагестанских сел со словами. Каждый эстрадный музыкант должен был быть кладезем премудрости. И музыкальный, и стихотворный. И он должен был быть гением общения. Иначе он не получал денег. Вот однажды нам даже приходилось зарабатывать таким образом. Приходил какой-то человек, то ли армянин, то ли, в общем, мы не знали. А так как Борис Колотухин играл на скрипке, этот человек просил, чтобы он на скрипке исполнил крик и шака три раза. И вот когда он появлялся в дверях, Колотухин должен был вот это исполнить. Он за это платил хорошие деньги. Я не могу сказать какие, но приличные. Вот однажды мы его не заметили, так он подошел к нам и говорит, «Ребята, я же уже здесь, чего вы? Я сейчас выйду и снова войду». Но это все требовало, конечно, колоссальной реакции, очень большого кругозора. Потому что бывало так, что утром, в воскресенье, в добром утре, новая какая-то песня, там, той же «Пукачу» прозвучит. Вечером ее уже публика спрашивала в ресторан. Представляете? И были ансамбли, которые откликались и буквально за день в светлое время делали эту песню, и вечером уже играли. Отдельный подвид для инградских ресторанов – это поплавки. Вот это парус, знаменитый тем, что здесь выступал ансамбль, в котором участвовал Николай Рязанов. У него была такая жемчужная водолазка, и приятеля призвали его Мишель Жемчужный. Потом им образовался из его товарищей целый огромный ансамбль знаменитый, который называется «Братья Жемчужные». Чем отличались поплавки? Не все они подчинялись 300 ресторанов кафе и, соответственно, линконцерту. И репертуар музыкальных ансамблей вот этих ресторанов, находившихся в ведении морского или речного пароходства, определялся гораздо более либерально. И репертуар там был более широкий и больше возможностей играть на заказ. Поэтому, скажем, в «Корюшку» или в «Кронверк» или в «Бригантину» люди шли не для того, чтобы поесть, а для того, чтобы послушать музыку, которая им нравится. Я черную розу Эмблему печали В тот памятный вечер Тебе преподнес Мы оба сидели Мы оба молчали Нам плакать хотелось Но не было слез «Корюшка» В общем, да, это как каталы собирались, фарцовщики в «Корюшке» Ну, такое бойкое место было У нас был наш почитатель Такой известный в городе вор Али Крынок, так называемый Это прямо персонаж из кинофильмов Это лысый человек с таким шрамом Вот так вот Вот такой он был Он называл мафию глухонемых Это была очень сильная мафия в городе Поэтому, когда Али Крынок гулял в «Кронверке», то На берегу сидели глухонемые Это была охрана Человек в 18-20 их сидела Он заказывал У него У нас в программе была такая песня Исполнил ее Саша Даньковский Такой был вокалист «Песенка пирата» Это было любимое его произведение Значит, после «Правом варите» Он заказывал «Песенку пирата» «Саша, только обязательно завяжи глаз» Пять раз подряд Когда подходил руководитель оркестра У нас такой был «Алик, ну, люди же потанцевать там хотят» «Тебе что, я мало денег дала? Тебе еще, пусть еще пять раз поют» Золотой век ресторанных музыкантов закончился в перестройках Но профессионалы, выступавшие во всех возможных стилях, не растерялись Они привыкли жить в рыночных условиях Просто теперь каждый специализируется в своем жанре Давид Голощокин открывает джазовую филармонию Братья Жемчужные аккомпанируют Александру Розунбауму А репертуар, запрещенный в 70-е Сохраненный и развитый лабухами Звучит теперь на рейтинговых радиостанциях и на больших сценах Благодаря, может быть, той перестройке, которая началась у нас в стране Мы смогли выпустить вот этих два сольных диска Вот когда эти пластинки делались на заводе На заводе там просто сказали, что мы таких пластинок никогда не выпускали И по тематике, и по оформлению, и по составу музыкантов В общем-то, кажется, получились очень веселые и очень интересные пластинки Все началось в далекие 70-е годы Когда мы работали в ресторане «Парус» Ну, пели всякие песни Песня «Эх ты жизнь» Кабацкая Можно все выпить Эх ты жизнь, Кабацкая С песней зарекладской С водочкой прохладной С девочкой блатной Жизнь в блестящем ласке Эта холостяцкая Будет вспоминаться мне Мне не раз порой Иногда приходится слышать сетование Что потребитель не любит венских романтиков Не увлекается маляром Мало у нас еще слушают римского курского Но кто платит, тот и заказывает музыку А выбор народа сделан был уже в 70-е Как только потребитель получил возможность платить Он стал платить за песню «Поспели вишни в саду у дяди Вани» А сейчас я хочу пригласить на сцену моих коллег, друзей и соратников Братья жемчужные, которые Которые вместе со мной сейчас называются Кодово так «Старики-разбойники» Здравствуйте! КОНЕЦ 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 Продолжение следует...